коллеги всем привет с вами вновь каждом я как всегда продолжаю вам записывать видео обзоры про парикмахерский инструмент и сегодня у меня в обзоре как видите ножницы от торговой маркой джоэл коллеги сразу забегая вперед если кому-то нужны парикмахерские ножницы или вы хотите чтобы я вам их подобрал обязательно пишите мне в контакте в инстаграме ссылки на меня будут под этим видео ну а мы продолжаем и так вот так выглядит данная моделька вот так выглядит сама коробка это у нас модель шесть с половиной значит в комплекте не идет у нас вот такая вот тряпочка салфетка назовем ее правильно собственно сам ключ не теряйте ключ потом вот идет вот такое масло в комплекте посмотрите какая прекрасная масса вообще просто космос ну вот я например ни разу не видел чтобы кто-то делал вот так масло вот так откручивается вот здесь у нас крутится рукоятка вот эта наша и они смазывают ножницы вот буквально вот такой легкой легким таким движением как вы видите да значит поехали дальше и собственно сам сама книжечка вот кстати я записывал видео на тему когда же были основана сама компания компания джоэл такоши компани либинет вот посмотрите в 1917 году такоши компани либинет начала свое существование это уже в двадцать первом году компания начала делать именно парикмахерские ножницы ну а если вы хотите посмотреть более детальное про историю джоэл ссылочка будет внизу под этим видео на историю ножниц джоэл и так коллеги показываю вам вот эти замечательные красивые обалденные шесть с половиной дюймов ножницы посмотрите вот он красивый переливающийся петух на логотипе на самих ножницах просто очень бомбически все это выглядит конечно очень классная моделька это тоже у нас посмотрите это у нас обычная классика она очень достойная даже посмотрите сам цельный хвостик а сам мизинчик куда вы будете свой класть сам упор 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 вечно его забываю сушки упор он полностью тоже цельный обратите внимание очень классная достойна модель прям вот просто под одно перетекает в другое прям ну ну красота не песня посмотрите очень удобно посадить бесшумно достаточно ножницы практически работают в комплекте также здесь у нас идут видите проставочные кольца если допустим у вас пальцы не влезают то естественно уберите их или оставьте здесь здесь как вы видите сама модель джейки x 650 сделано в японии и собственно сам серийный номер коллеги логотип самого самого названия ножницы джоел как видите вот такой вот винт и я подкручиваю подкручивать его нужно здесь они тут сюда не ни в коем случае не нужно лазить вот форма нужно смотреть какая интересная это у нас как как меч и японский да то есть японцы конечно молодцы даже здесь элементы меча оставляют и показывают как будто вы тут владеете своего родом своего рода мечом классическая моделька моделька сделанная кобальт плюс supreme сплава в них ножницы достаточно стригут очень мягкая вам хочу сказать давным-давно кстати когда эта моделька только вышла я естественно ее тоже тестировал вообще при я практически всеми ножницами которые есть у нас я уже более более на 200 модели уже протестил и сразу могу сказать что когда вы будете работать этими ножницами будете делать поинтинг слайсинг вы практически не будете чувствовать что вы стрижете очень достойно модель и тихо бесшумно и мягкого будете ей работать значит а где мы прежде всего можем использовать данные ножницы ну как вы видите это у нас все таки размер шесть с половиной и естественно их нужно использовать при тушевке при слайсинге при поинтинге глубокому каком-нибудь когда вы очень-то глубоко вот будете врезаться в прядь конечно же больше эти ножницы подходят для текстуры либо же создание каких-нибудь форм где очень много текстуры на средних и длинных волосах конечно вы можете делать а и короткие формы но мой конечно же вам совет если вы все-таки решили купить такие вот ножницы в шестерочка шесть с половиной даже конечно же используйте их на средних волосах и длинных потому что на коротких конечно же вам будет малости неудобно вот и поэтому я больше всего советую и склоняю всех мастеров которые покупают данные ножницы работать либо в теменных зонах когда нужно создать квадратную форму либо же стрича когда вы используете их на длинных или средних волосах а вот на длинных наверное будет самое то например создавать ровную четкую линию этими ножницами конечно же будет очень здорово коллеги вот такая вот моделька я конечно не окунаюсь глубоко в найти там какие-то деталей в своих видео обзорах я просто в своих видео обзорах хочу вам показать как они выглядят в живую все модели просто показываю где можно их использовать в каких стрижках в каких техниках стрижках то есть я поверхностно рассказываю о всех моделях чтобы вы знали то есть какая-то форма где их можно использовать где их нужно использовать какие методы в методах стрижках вот что есть в комплекте то Достаточно краткий видеообзор я делаю на своем канале про инструмент. Если же вы вдруг хотите, чтобы я подобрал ножницы именно вам, лично, индивидуально, то всегда вы можете со мной связаться в моем инстаграме, телеграм-канале или вконтакте. Я всегда на связи, всегда отвечаю я сам лично, поэтому не наталкиваемся ни на каких мошенников, потому что если кто-то вам скажет, что вы от меня, значит кладите трубочку и не общайтесь. Коллеги, если вас заинтересовала, возможно, эта моделька, также можете написать мне в директ и мы с удовольствием ее вам отправим. В принципе, на этом можно уже заканчивать свой видеообзор. Спасибо, что вы меня смотрели. Не забудьте подписаться на мой канал, впилить лайк или дизлайк этому видео. Оцените это видео по достоинству, понравилось оно вам или нет. Либо же, если вы хотите, чтобы я что-то привнес в свои видеообзоры, также обязательно пишите, потому что я делаю это, можно сказать, первые мои такие шаги. Потому что, как вы знаете, я всегда рассказывал про расчески Wise Park Professional, но теперь я решил себя попробовать именно в обзорах, именно в ножницах, парикмахерских ножницах, которые я также, как и вы, люблю, стригу, обожаю. Все, жду ваших комментариев. С вами был Дмитрий Каждан. Я желаю вам всем только точных стрижек и хорошего, качественного инструмента. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok